Елочка, девочка, сейчас я не могу точно сужать время. Виктория Мустафина, студентка Альметьевского торгово-экономического техникума, будущий экономист. На ярмарку она пришла вместе со своими вязанными игрушками. И у Виктории уходит на одну поделку до четырех часов. На самом деле это очень здорово, это очень круто, это помогает найти себя. Возможно, среди наших, на самом деле, крупные предприниматели в будущем. Это помогает, на самом деле, да, очень сильно. Движение «Первых» позволяет школьникам и студентам быть не только волонтерами. Бескорыстный и безвозмездный труд – это хорошо, считают добровольцы. Но деньги тоже нужно зарабатывать. Кураторы движения посчитали, что для этого лучше использовать готовую площадку. И на два дня юные предприниматели заняли первый этаж одного из торговых центров города. Благодаря грантовой поддержке «Росмолодежь», которую я выиграла в 2023 году, я подала заявку в интернете, буквально за неделю появилось столько желающих, таких креативных ребят, которые готовы развивать себя в предпринимательскую сторону. Они с удовольствием взялись. За неделю на участие в ярмарке подали заявки 60 школьников и студентов. Кругами по торговым рядам можно ходить часами и все равно находить что-то новенькое. Разнообразие сбивает с толка даже самых взыскательных покупателей. У нас вопрос, что-нибудь уже присмотрели? Присмотрела. Что, если не секрет? Значки и салфетницы. Лилия Багаева – педагог 24-го детского сада. Со своими воспитанниками она смастерила не один десяток поделок. Всего ассортимента посмотреть пока не успела. У меня сразу профессионально вот сюда вот. Я уже смотрю, что приобрести, как и что можно применить. И это вообще такая замечательная ярмарка, акция. Ну, это детскими руками перед Новым годом, это вообще до слез. Организаторы обещают, что у активной молодежи еще будет где себя проявить. Не в этом, так в следующем году. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.